Современные технологии на кировских дорогах не прижились. Летом на многих пешеходных переходах Кирова была сделана пластиковая разметка. Материал, как заверяли представители властей, хоть и дороже, но и долговечней. Зебра и разделительные полосы должны были выдержать без ежегодного обновления несколько лет. Но на деле пластик раскрошился и стерся уже спустя несколько недель. Почему так вышло, пыталась выяснить наша съемочная группа. Когда Горадминистрация заявила о масштабном нанесении на пешеходные переходы пластикового покрытия, чиновники уверяли, новый материал долговечен и на несколько лет можно забыть о его обновлении. Но их слова с реальностью разошлись. Не выдержал пластик ни колес машин, ни ног самих кировчан. Улица Лепси. Летом здесь обновили пешеходный переход. Разметку сделали из специального пластика. Подрядчики уверяли, материал износостойкий и прослужит не один год. На дворе Октябрь, а часть разметки уже разрушилась. Визуально больше всего повреждений именно там, где чаще всего проезжают машины. В лужах разметка тоже превратилась в крошку. Такие повреждения можно увидеть на перекрестке улиц Ломоносова и Лепсе. Глядя на остатки пластика, утекающие вместе с дождевой водой, кировчане негодуют. Ну как же, все-таки наши государственные деньги, мы, значит, налоги платим, все, значит, и получается, что... Штрафовать за некачественную работу везде у нас штрафуют. Так он все равно истирается. Со временем все равно истирается. На пересечении улиц Московской и Производственной пластик тоже не прижился. Движение на этом участке оживленное, поэтому разметка не выдержала натиска машин. Впрочем, есть вероятность, что здесь, как и на других переходах, могла быть нарушена технология нанесения. И кировчане со своими автомобилями ни при чем. По крайней мере, так считает общественник Шамиль Бузиков. В технологии прописано, то есть дорожное покрытие должно быть сухим, оно должно быть обеспылено. Отслаиваться почему? То есть отходит, то есть нет адгезии, не прилипает к поверхности асфальта. Соответственно, такие дефекты могут иметь место быть. Ну, второй, как из возможных вариантов, это состав самого полимера наносимого. То есть тоже имеет место быть. Требования к технологии нанесения капризного пластика в условиях грязного и дождливого Кирова соблюсти непросто. К тому же, содержание дорог в зимний период нельзя назвать щадящим. Улицы посыпают песком, а снег убирают механическим способом. Впрочем, до первого снега пластик и вовсе может не дожить. И таких участков по городу наберется не один десяток. Между тем, пластиковая разметка стоит в три раза дороже, чем обычная разметка, нанесенная краской. В этом году пластик появился на 33 улицах города Кирова. Однако полностью от стандартной разметки, нанесенной краской, власти не отказались. Ульяна Ездекова, Елена Шерегина, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.